Скоро появится новый пик производительности Cadillac, который называется City 5V Blackwing. Нет, у него нет снятого с производства двигателя Blackwing, который на короткое время был запущен в производство в качестве опции для ныне несуществующего полноразмерного седана класса Lux City 6. Вместо этого City 5V Blackwing поставляется с 668-сильным и 659 фунт-футом крутящего момента, по сравнению с 6,2-литровым V8 с надувом старого City SV. Самый мощный двигатель в 118-летней истории Cadillac. Справедливая торговля, если вы спросите меня, почему бы не использовать Twin Turbo 4,2-литровый V8 Blackwing от City 6. Кадиллак утверждает, что у него недостаточно мощности. Бьюсь об заклад, это частично и возможно, мера экономии. Зачем называть это чернокрылым? Кэдди говорит, что Blackwing теперь представляет собой высшее выражение производительности бренда. Лично я бы назвал его просто City 5 Vimex. В любом случае, этот модернизированный L4 скорее всего будет последним новым бензиновым двигателем. Который Cadillac когда-либо выпустит. Чудовищный мотор, который напрягает практически всех конкурентов. Мы видим вас там, дочь чарджа SRT Hellcat Reddy, даже не является большой новостью. Хорошая новость заключается в том, что шестиступенчатая механическая коробка передач от Tremec является стандартной. Хм, стандарт. Я дам тебе минутку. Ты покончил с сигаретой? Если вам нужно потратить лишние деньги, вариант с отличной десятиступенчатой автоматической коробкой передач производства General Motors с высоким крутящим моментом является вариантом, но, пожалуйста, получите руководство. Если вы решите переключать свои собственные передачи, в руководстве предусмотрены короткие ходы и функция переключения без подъема, а также автоматическое согласование оборотов. Как и предыдущий CTSV, CT5V Blackwing остается только заднеприводным. Как сказал главный инженер Кэдди по глобальным роскошным и производительным автомобилям Брэндон Вивиан, отвечая на вопрос о том, почему нет варианта с полным. Приводом, если он не делает машину быстрее на гоночной трассе, мы не ставим ее на машину. Кадиллак CT5V Blackwing 2022 года, расскажите мне о производительности. Да, 668 литров. С и 659 фунт фут крутящего момента, это огромный скачок по сравнению с относительно стабильными 360 литров. С и 405 фунт фут крутящего момента, создаваемыми Twin Turbo V6 CT5V. Большой, принудительно индуктированный V8 Blackwing с дополнительной мощностью, 28 дополнительных лошадиных сил и 29 фунт фут крутящего момента по сравнению с УТ-4 в третьем поколении CTSV. Автомобиля, который в основном заменяет CT5V Blackwing, в основном исходит от сочетания нового 1,7 литрового нагнетателя Eton, увеличения потока воздуха во впускные камеры на 46%, новых дроссельных заслонок и новой выхлопной системы. Также есть пересмотренный масляный поддон и стратегия смазки, которую Cadillac разработала после 24-часового непрерывного теста на треке в автоматическом CT5V Blackwing, и вдвое более продолжительного. 12-часового непрерывного теста ручной версии. Cadillac разгоняется до сотни за 3,7 секунды, а максимальная скорость превышает 200 миль в час. Это кажется разумным, поскольку CTSV разгоняется до 60 миль в час за 3,8 секунды, а также может поразить 2-тонной. Цифры 0-60 предназначены для автомобилей с автоматической коробкой передач. Что касается улучшений, не связанных с трансмиссией, CT5V Blackwing, это последняя версия превосходной архитектуры заднего привода Alpha 2 GM, корпус дифференциала повышенного трения с электронным управлением, и LSD, легче на 22 фунта. На нем также нанесен тонкий логотип V-Series S, одно из нескольких пасхальных яиц, спрятанных как внутри, так и снаружи автомобиля. Электронный LSD, это одна из четырех переменных, контролируемых превосходной системой Performance Traction Management, ETME, Cadillac. Остальные, сцепление, устойчивость и гашение ударов. Эти же переменные управляются различными V-режимами Blackwing, когда водитель выбирает между туром. Спорт, трек и настраиваемый моим режимом. Отклик дроссельной заслонки и даже ощущение тормоза изменяются при переключении режимов. И режимы V, ETME можно изменить с помощью кнопок на рулевом колесе. Амортизаторы, это четвертое поколение GM Magne Ride Control, также известного как МК. Новые акселерометры и инерциальные измерительные блоки позволяют системе отслеживать дорожные условия в четыре раза быстрее, чем МК предыдущего поколения. Говорят, что переключение между отскоком и сжатием значительно улучшилось, как и контроль над телом в целом, особенно при резком торможении и резком повороте. Последняя версия МК также может учитывать температуру жидкости внутри заслонок. Довольно ловко. Что касается оборудования, то распорки стойки амортизатора, шаровые опоры, втулки и крепления были усилены по сравнению с CT5V, даже задние суставы сильнее. Передняя установка использует стойки Мэк Фиорсон, а задняя – пятерычажную. CT5V Blackwing оснащен тормозами Брэма, и эти устройства являются самыми большими из когда-либо установленных на Кадиллак. Размер передних роторов составляет 15,7 дюйма, а задних – 14,7 дюйма. Тормоза охлаждаются на 10% эффективнее, чем на CT5V, а колодки не содержат убивающей рыбу меди, что означает, что Кадиллак может продавать Blackwings в Калифорнии. Впервые, если вы захотите, вы можете установить карбоново-керамические роторы на большой Кэдди. В сочетании с новыми коваными алюминиевыми дисками, которые на 40% жестче и легче на 19%, углеродно-керамические роторы помогают значительно снизить вращающуюся массу на 62 фунта и неподрессоренную массу на 58 фунтов. Скоро появятся магниевые колеса, хотя Кадиллак не сказал, когда. Комплект покрышек Michelin Pilot Sport 4S, соответствующих спецификациям Blackwing, обернут вокруг колес этого мощного Кэдди. Шины состоят из трех уникальных резиновых смесей, хотя пятно контакта в основном состоит из материала R. Размер шин – 275 дробь 35 за R19 спереди и 305 дробь 30 за R19 сзади. Кадиллак CT5V Blackwing 2022 года. Дизайн экстерьера и интерьера. С точки зрения дизайна версия CT5V от Blackwing была разработана и проверена в аэродинамической трубе GM, а затем доработана на гоночных трассах. Более широкие крылья автомобили закрывают большие, расположенные в шахматном порядке колеса и шины, 19 на 10 дюймов спереди и 19 на 11 дюймов сзади. Сетчатая решетка была переработана для большего потока воздуха, лучшего охлаждения и большей стабильности на высоких скоростях. Одна из областей с наибольшим давлением на носу питает тормозные каналы для дополнительного охлаждения. Вентиляционные отверстия в крыльях работают и сбрасывают воздух под высоким давлением из передней части автомобиля, а передний сплиттер помогает снизить подъемную силу. Задний спойлер, установленный на багажнике, улучшает сцепление с дорогой, в то время как средние панели корпуса направляют воздух к подкрылью под автомобилем, что способствует устойчивости и питает задний диффузор. Щетверенные насадки. На выхлопные трубы и удлиненные рокеры завершают образ. Есть вариант пакета гусениц из углеродного волокна, который добавляет заголовок углеродной решетки, транец над лицевой стороной сетки, сплиттер, удлинители коромысел, спойлер на палубе и заднюю обшивку. Детали из углеродного волокна были также разработаны и проверены в аэродинамической трубе перед проверкой на треке. Все детали из углеродного волокна подобраны как внутри, так и снаружи. Все это помогает сделать CT5V Blackwing, вместе с CT4V Blackwing, самым ориентированным на гусеницу Кадиллак за всю историю, по словам Рори Харви, вице-президента глобального Кадиллак. Этот трек-фокус продолжается внутри. Сиденья спинка из углеродного волокна, которые регулируются в 18 направлениях, с подогревом, охлаждением и массажем, имеют валики, которые призваны максимально упростить переключение рычага переключения передач. Более того, если вы носите шлем, подголовник не выталкивает вашу голову вперед. Ура, мне это нравится. Сам интерьер выполнен по образцу водительских костюмов и бордюров и состоит из кожи, углеродного волокна и алькантары. Рулевое колесо обтянуто кожей с отделкой из углеродного волокна, а также красной кожаной отметкой 12 часов. Кадиллак Сити 5V Blackwing 2022 года, с чем он конкурирует? Когда дело доходит до седанов, Кадиллак просто не в состоянии попасть в игру следуй за лидером. Таким образом, Сити 5V Blackwing по размерам конкурирует как с BMW M3, так и с M5. С точки зрения производительности Blackwing производит больше мощности, чем оба. В BMW M3 конкуренция челка из сравнительно ничтожные 503 литра. И это по сравнению с 493 в стандартной M3. В то время как только что анонсированный BMW M5 CS, самый мощный BMW в истории, развивает всего 627 литров. И 553 фунт фут крутящего момента. Новый Porsche Panamera Turbo S выдает всего 620 лошадей. Только мощнейший Хэмер AMG GT 63E с мощностью 630 литров. С Аут приводит в действие Сити 5V Blackwing, и только с точки зрения крутящего момента с 664 фунт. Это на 5 фунтов больше крутящего момента, но в автомобиле, который, вероятно, на полтонны тяжелее. На самом деле, последние три могут стать отличным сравнительным тестом. Дело в том, что Cadillac делает заявление. Cadillac City 5V Blackwing 2022 года, сколько и когда? Cadillac City 5V Blackwing будет стоить от 84 990 долларов, когда он поступит в продажу этим летом. Я говорю, что это потрясающая сделка с производительностью. Даже если вы проверите каждый вариант, вы все равно будете на десятки тысяч долларов меньше того, что немцы взимают за машины с аналогичными характеристиками, без какой-либо механической коробки передач в поле зрения. Первые 250 единиц можно зарезервировать через веб-сайт Cadillac. И каждый автомобиль пронумерован на рулевом колесе. Учитывая, что это может быть последний новый Cadillac с бензиновым двигателем в истории, те из вас, кто хочет купить, завернуть в пластик, хранить 30 лет, продать с аукциона, пенсионный план, возможно, только что нашли свою северную звезду.